Возможности заработать себе на пропитание, а машиностроению в России шансов не осталось. Здравствуйте, наши уважаемые зрители. Мы сегодня в нашей переходной, такой передвижной студии. И у нас в гостях Владимир Николаевич Баглаев, директор Череповецкого литейно-механического завода. Здравствуйте, Владимир Николаевич. Здравствуйте, Виктория. Я даже не знаю, куда смотреть, то ли в камеру, то ли на вас. Да, походные условия, темный подвал. Видно, видно, Москва требует некоторой экономии. Здравствуйте, слушайте, зрители. Ну что, поехали? Да. Владимир Николаевич, у меня такой к вам вопрос. Когда у нас рубль стал подниматься, вот этот кризис настал, все кричали, что рубль у нас будет 200 долларов стоить и так далее, и так далее, что все будет очень плохо. Но Биулина, как мы видим, сдержала этот процесс. Может быть, мы зря вот так вот негатив выливаем на Биулину? Может быть, она делает действительно все правильно? Ваше мнение? Ну, смотрите. Действительно, стрел ядовитых в сторону главы Центробанка выпущен настолько, что уже, в общем-то, и сами экономисты разного направления начинают в целом и очень часто оправдывать те или иные действия, которые принимает глава Центробанка. Я сейчас не буду вдаваться в эти самые споры, правильно, неправильно, но факт тот, что кто-то говорит, да, вот это основной враг страны, кто-то говорит, нет, вот если бы не она, то страна была бы в тяжелой ситуации. Я, наверное, сегодня хотел бы абстрагироваться от тех отдельных мероприятий, которые проводятся Центробанком и денежно-финансово-кредитными властями нашей страны. А может быть, как я люблю для того, чтобы лучше понять ситуацию, отойти от положения чуть подальше и прикинуть случайность и не случайность их мероприятий, с одной стороны, и в том, какие вообще возможности для изменения ситуации у нас остались на данный момент. То есть, предположим, мы с вами, очень далеко отойдя, года на три или даже на десять дальше, что у нас стоит задача возврата в стране общего суверенитета, в основе которого лежит следующий вид суверенитета – это технологический, без которого невозможный военный суверенитет, и эти два суверенитета невозможны без промышленного суверенитета, и эти три суверенитета невозможны без финансово-экономического суверенитета. А наука? Дело в том, что самое долгосрочное и неокупаемое вложение с точки зрения, особенно фундаментальной науки, это как раз здесь. Поэтому без финансового суверенитета, экономического, ничего, что касается развития, не суверенно, в принципе. Поэтому в данной ситуации, отойдя подальше, мы сейчас не берем, как говорят, что хорошо, крепкий рубль или слабый рубль. Я вот всегда привожу пример. Допустим, мы с вами сидим, у нас включена резетка, и там 220 вольт. Много да или мало? А как вы считаете, для того, чтобы у нас съемка была с вами лучше, стоит ли напряжение укрепить до 380? Это будет хорошо или плохо? Или, может быть, наоборот, до 12 его опустить и вообще сделать постоянным? То есть должно быть по потребностям? Во-первых, с одной стороны, да. То есть те или иные колебания движения курсов в том или ином виде, то есть изменение покупательской способности валюты, должно быть направлено для достижения каких-то целей, с одной стороны, но даже если вам для достижения тех или иных целей необходимо изменить в большую или меньшую сторону покупательскую способность, а мы, вероятно, все-таки под курсом воспринимаем в том числе и это, то дальше возникает вопрос. Вот хорошо, с точки зрения обычного инженера, что происходит, вот лампочки, которые сейчас не горят, почему они перегорели? Они перегорели по одной простой причине. Вы пришли, щелкнули выключатель, в сети возник переходный процесс и более 90% выхода всех приборов возникают в двух случаях. Включение или выключение прибора. Возникает переходный процесс. Но это так же, как самолет, да, падает при взлете и при падении? Совершенно верно. То есть переходный процесс, он является наиболее неприемлемым для сложных форм развития, хоть в инженерии, хоть в биологии, хоть в финансах. Поэтому в любом случае колебания, особенно резкие колебания курса валюты, это всегда для экономики, для развития это очень плохо. Так вот, наиболее нестабильно, вот мы хвалим или ругаем, Набиулину за сильный курс, за слабый курс, за высокую ставку, за слабую ставку. Но не случайно одним из важнейших показателей и за то, что отвечает Центробанк, это является, кроме всего прочего, стабильность национального курса валюты. Значит, мы находимся во второй сотне, иногда в третьей сотне стран, которые, в общем-то, наиболее нестабильная валюта в мире. Как бы там страны ни было. Колебания, которые показывают графики, они уникальны. Как при этом получается, что ведущие мировые экономисты и руководители стран, вероятно противника, хвалят нашего Лос-Центробанка с одной стороны, а депутаты наши переутверждают ее с другой стороны, для меня, конечно, остается загадкой, но тем не менее этот момент есть. Но опять-таки, я сегодня не сторонник, не сторонник, относиться к той или иной проблеме или задаче, вот текущей и к фамилии человека. Поэтому я бы обозначил ситуацию следующую. Вот курс высокий, курс низкий. На мой взгляд, и тот, и другой курс, при желании, любой экономист может объяснить. Объяснить, почему это правильно или неправильно. Вот сегодня вы говорите, курс же удержал, и удержал этот курс не кто-нибудь, а удержал его гений Центробанка России. Но при этом, что либеральные экономисты, что не либеральные экономисты, вам ответят, что на самом деле нынешнее укрепление курса рубля вызвано простым снижением импорта. Раз нам импорт перекрыли, а для чего нам перекрыли импорт, и почему это все происходит? Потому что, так как мы технологически очень зависимы от внешних поставок, то одним из оснований, из мер борьбы против нас, это является перекрытие для нас технологий и поставок сложных изделий. Таким образом, наша зависимость технологическая от внешнего мира, что от вероятного противника, что не сильно вероятного, но все равно противника, что от союзника, который периодически играет на стороне противника, независимо от того, ОДКБ это или Евразес, мы это наблюдаем постоянно. То есть, эта внешняя зависимость, она привела к тому, что мы и при желании что-то купить, купить сегодня не можем, а в своем пока не делаем. В данной ситуации возникает очень неприятная штука с точки зрения поддержать объемы производства, но потребность в валюте и, соответственно, спрос на нее неизбежно падает, потому что если ты не можешь ничего купить, то зачем тебе валюта? И спрос, естественно, падает, и как следствие в этой ситуации происходит следующая неприятность или приятность кому как укрепление валюты. Национально почему? Потому что, в общем-то, импортная как бы не нужна. Есть ли в этом заслуга Центрального банка? Ну, побойтесь бога, если нам, китайцы, остановили поставку, то сказать, что это заслуга ревируса Гибридовна, ну, у меня язык не поворачивается. Более того, последнее действие, которое приводит Центробанк вместе с нашими финансовыми властями, это снижение доли обязательной продажи валюты. Она как наоборот направлена для того, чтобы снизить темпы укрепления валюты. И тут уже возник в бой вступают другие экономисты-теоретики, которые говорят, конечно, валюту надо ослаблять. Почему? Потому что наш бюджет, очень национально ориентированный бюджет, чисто на русском рубле бюджет, мы же все за рубли, нас не волнует, что там... Но параметры нашего бюджета считаются, исходя стоимости бочки нефти за доллар, так по большому счету. Мы, конечно, очень национально ориентированы, но принципиально важно, чтобы рубль был не сильно крепкий. Почему? Иначе, если у нас будет очень крепкий рубль, наш бюджет будет очень сильно дефицитный. Чего-то здесь какое-то несоответствие. И вот когда мы начинаем в эти несоответствия лезть, и каждое отдельное несоответствие, вот каждое отдельное несоответствие, можно грамотно, разумно объяснить, почему это правильно, почему те поступили верно, это поступили неверно, это национально ориентированное движение, это враждебное... За каждой проголосуют, какой из них правильно или неправильно, отдельный разговор, но так или иначе я бы пошел, возможно, с другой стороны. Сейчас, если мы не забыли про нашу главную задачу, получение суверенитета, возврат суверенитета страны, военного, технологического, промышленного, который базируется на суверенитете финансовом и экономическом, то какие цели и задачи мы должны сделать для того, чтобы все это у нас получилось? Мы как-то можем достигать этого самого суверенитета? И вот тут возникает сразу масса задач, которые почему-то сложились в один комок, которые в комплексе на самом деле в рамках действующей парадигмы финансо-экономической решить в принципе невозможно. Вот смотрите, произошла уникальная ситуация. В принципе, когда в прошлый раз два года назад у нас резко укрепился рубль, а мы были завязаны и сейчас завязаны и тогда завязаны на импортные поставки, то резкое укрепление рубля привело к тому, что на территорию России хлынул дешевый, в основном китайский, импорт. И наличие огромного количества китайского дешевого импорта помогло снизить инфляцию. И при низкой инфляции Центробанк начал постепенно снижать ставку рефинансирования, что худо-бедно, но все-таки дало возможность где-то чему-то развиваться. Таким образом, при крепком рубле мы получили некоторый выигрыш за счет того, что сама по себе потребительская инфляция снизилась и как следствие мы смогли... Сдохнуть спокойно. Да, потому что Центробанк сказал, ну видите, инфляция припала, я могу снизить счетчевую ставку. Но ненадолго. Это вопрос другой. Когда будем все в миксе разбирать, получается каша, и мы теряем некоторые моменты, которые бы я, если я враг страны, я бы ловушку для страны делал так, чтобы она сразу была неочевидна. Чтобы вот когда уже все, капкан закрылся, мы поняли, что деваться вам некуда. Смотрим сегодня. У нас очень высокая инфляция с одной стороны. С другой стороны, крепкий рубль, который при нынешнем крепком рубле сформировать, в общем-то, бездефицитный, сбалансированный бюджет страны невозможно. И все понимают, что будет необходимость того или иного, плавного ли не очень, скачкообразного ли не очень, но ослабление курса рубля. И дальше возникает вопрос, если мы все равно привязаны к импорту, потому что, как сказал Герман Греф на последнем питерском форуме, за последние 15 лет страна не показала никакого движения в сторону развития технического суверенитета и сложность нашей промышленности. Мы не показали усложнение, это как минимум. То есть зависимость от импорта и от сырьевого нашего направления меньше не стала. Это он так сказал нежно, а по факту мы понимаем, что даже стало больше. Так вот, в этой ситуации, если уже при крепком рубле у нас и при зависимости от импорта у нас уже инфляция, то что будет в той ситуации, когда рубль, скажем, на 10-15%, а это минимальное, на что мы должны докладываться к концу года, ослабнет. Это приведет, как минимум, к темпам инфляции, которые превысят годовые даже не 15%, а может превысить выше. Дальше возникает вопрос. Ну хорошо, а как будет страна, в частности, центромат, бороться с этой инфляцией? Ну, наверное, еще больше поднимется ключевую ставку, хотя, казалось бы, куда. То есть рубль укреплять нельзя, потому что в этой ситуации у нас рухнет бюджет и наши социальные обязательства перед людьми будут невостребованы. Рубль ослаблять нельзя, потому что в этой ситуации у нас возникнет еще более сильная инфляция, и Центробанк полностью грохнет, остатки промышленности. Значит, что делать? То есть вот этот баланс. Значит, кто его будет искать? В каких переговорах дальше? В нынешнем балансе тоже ситуация нездоровая. В нынешнем балансе. Вот у нас, предположим, какой-то баланс. Предположим, баланс. Вот мы сейчас его не укрепляем, не ослабляем, держим. Что у нас в этом балансе получается? У нас получается, что ставка кредитования в банках коммерческих для промышленных предприятий сегодня 20-22%. При этом балансе, безусловно, развить невозможно ничего. Собираются ведущие экономисты всей страны, питерский форум, еще какой-то форум, там все остальные форумы, и говорят, ребята, значит, мы должны обеспечить привлечение огромного количества частных инвестиций в развитие нашей страны. Для этого мы должны, чтобы все внешние и внутренние игроки нам, наконец-то, за 30 лет поверили, а для этого нам нужно бороться с инфляцией. Но если за 30 лет более-менее мирного существования мы не смогли добиться, что ни один внешний игрок и внешние инвестиции не пришли в Россию, более того, вывод капитала и потери нашей страны составили за 30 лет более, в номинальных выражениях, более 4 триллионов долларов США. То есть, плохо мы работали, хорошо мы работали, деньги страны уходили не миллиардами, а триллионами долларов. То есть, с 1994 года, согласно статистике Федеральной Таможенной Службы, мы экспортировали материальные ценности за рубеж на 4 триллиона долларов больше, чем вернули обратно. Кстати, если это пересчитать на нынешний патчинский капитал доллара, мы выходим на цифру от 16 до 20 триллионов долларов США. То есть, если это перевести на нынешний объем ВВП, сколько лет страна, всем ВВП работала на то, чтобы из страны что-то вывезти и ничего не привезти обратно. То есть, предыдущая экономика не показывала того, что мы кого-то из инвесторов внешних смогли затащить обратно. С другой стороны, а для чего нам нужны инвестиции, хотелось бы сказать. Мы скажем, ну как же, нам нужен технический суверенитет, нам надо развивать угробленное авиастроение, судостроение, микроэлектронную, электронную станку строения. Это все направления, так или иначе, которые отвечают за наш технологический и оборонный суверенитет. Что самое главное, это все двойного назначения направления, более того, очень связано с оборонкой. То есть, мы ждем внешнего инвестора из территории стран, вероятного противника. Думаю, что те или иные наши экономические предложения и предложения там ТОСРЫ, МОСРЫ позволят неразумному врагу, который столько лет делал все возможное, чтобы поставить Россию на колени, в том числе в оборонных отраслях, чтобы они, наконец, пришли и вложили свои деньги в развитие нашей оборонной промышленности. Сказать, что это как бы не совсем шизофрения, можно почему? Потому что эти люди не шизофреники, они манипуляторы. И, соответственно, надо ситуацию правильно понимать. Но за какой-то большой доход, за какую-то большую прибыль, они все-таки могут нам поставить как станки, так и все остальное. Это было предыдущие два года. Вы знаете, допустим, тот станок, который мы сейчас, благодаря том числе народным деньгам, уже завезли на завод. Да, мы за него еще будем несколько лет рассчитываться. Я очень рассчитываю, что в помощь людей, которые смотрят наши передачи, там какая-то копеечка, грубо говоря, где-то кофе кто-то что-то выпил. Может быть, кроме чаевых официантов, не забыть кинуть там три копейки и на счет этого станка. Ну, реквизиты, кстати, можно, я надеюсь, посмотреть у вас или зайти на сайт YouTube-канал Челмазе, где мы рассказываем про многие интересные моменты, в том числе и про то, как этот проект движется. Но я сейчас хотел бы сказать о другом. То есть, с точки зрения внешних инвестиций, наименно полагать, что те или иные условия, созданные какими-то властями здесь, привлекут внешние инвестиции в развитие нашей независимости. Не для того, что нас ставили на колени. То есть, инвестиции будут направлены на то, чтобы нам дать возможность самим суверенно распоряжаться тем, что у нас есть, и не отдавать эти 4 триллиона долларов, как мы отдавали раньше, туда. То есть, даже с точки зрения бизнеса, а бизнес в России построен на ограблении России, вот это не работает. То, что там несколько лет мы немножко тут поработали с Китаем, который, ну, что там их оттаить, мы смогли кое-какие моменты у нас расшить. Но сегодня это уже не работает. Почему? Потому что сейчас Китай тоже воспринимает нас в последнее время как конкурента на торговых рынках. И последние указы, жесткие указы, мы сейчас получили соответствующее распоряжение и объяснение, разъяснение этого дела у нас уже в России из разных департаментов, вышли жесткие ограничения по запрету, жесточайшему запрету поставлять в Россию все, что хоть как-нибудь, хоть чего-нибудь может помочь развить наше отечественное авиастроение. Ни материалов, которые хотя бы теоретически могут использоваться в авиастроении, ни программного обеспечения, ни тем более оборудования или комплектующих, которые могут быть использованы в авиастроении, жесточайший запрет. Ни высокая пошлина, там в два раза, три раза в Китае, в пять раз. Нет, просто запрет. То есть, надо понимать, что этот союзник такой же, в общем-то, конкурент нам на геополитическом пространстве. Скажем так, торговый партнер. Нет. Даже не так. Это желтый хозяин на сегодняшний момент. Потому что, по большому счету, когда раньше у нас была зависимость от разных территорий, то за два года мы пришли в зависимость техническую от одной желтой территории, которая, в общем-то, сейчас свои условия диктует. Я понимаю, что на технических условиях Китай, конечно, может нам приоткрыть форточку своих технологий, но очень дозировано с одной стороны, что не позволит нам встать в колен с его точки зрения, а с другой стороны, на своих финансовых условиях. Что тоже, в общем-то, это будет не совсем партнерские условия. Я скажу так. Но мы с вами отошли от темы, мы говорим про ту ловушку, которая, в общем-то, создана то ли нашими, то ли внешними финансо-экономическими властями. Таким образом, внешние инвестиции невозможны. У нас остается возможность рассчитывать на внутренние инвестиции. Тем более денег в стране, как у дурка-махорки. То есть на депозитах сегодня частных физических лиц находится более 51 триллиона рублей. И это, наверное, то, что теоретически могло бы быть вложено в нашу промышленность. Тем более, даже мы когда-то считали, для того, чтобы чисто ресурсно сделать возможным исполнение того, что мы называем тысячи самолетов к этому году, необходимо не нынешних там 170-200 миллиардов рублей по году, а объем инвестиций колеблется от 5 до 9 триллионов рублей. То есть вполне себе хватает для того, чтобы хотя бы эту тему расшивать. Какая проблема? Проблема в том, что ненормальный человек, имея возможность положить на депозит деньги под 18%, а это зависит от ставки ключевой, не понесет деньги в развитии бизнеса, который, во-первых, пока ты вкладываешь, дохода не идет, надо покупать, это риски, надо строить, нереально. Тогда говорят, ничего страшного. Силана говорит, мы должны сделать все возможное, чтобы развить наш фондовый рынок. И вот развитие нашего фондового рынка, это и будет источник досрочных инвестиций. И как следствие, но, стоп, как следствие, что? Каким образом сегодня люди будут покупать акции каких предприятий? Те, которые сегодня входят в обрабатывающую промышленность, с очень низкими финансовыми показателями, с непонятным рынком, с непонятным, потому что мы работаем в России, где правила работы для всей промышленности, в том числе и долгосрочной промышленности, меняются ежегодно. Когда мы говорим, что у нас должна быть более-менее долгосрочная политика в рамках там и постоянной налоги, и налогообложения, это для тех, кто в поле, давно не смешно. Если у вас не меняются ставки налогообложения, это не значит, что у вас меняется налоговая нагрузка. Это вам скажет любой предприниматель, который пережил эти 30 лет. Но когда уже администрирование налоговой нагрузки дошло до ситуации, когда все, что можно выкачать из старых процентов дошло, дальше применяются новые варианты, как увеличить налоговую нагрузку и что. То есть внутренние инвестиции от частного инвестора невозможны. То есть при ключевой ставке высокой, которая борется с инфляцией, а мы же боремся с инфляцией, мы сделали невозможность привлечения частных инвестиций, которые огромное количество в России производства и в развитии нашего отечественного суверенитета. И более того, на финансовом конгрессе Греб сказал, что он очень рад, что Набиулина не понижает ставку ключевую, потому что Сбер не готов давать кредиты под низкий процент и будет считать, что это, в общем-то, неправильно. И единственным вменяемым институтом, который нормально работает в институте изобретения России, и он обозначил, что это последний из Макикан, это Центробанк. Все остальные уже не очень. На мой взгляд, косвенно обидел очень другие важные институты в стране. Государственную дому, Совет Федерации, в том числе администрация президента, это тоже институт управления в стране. То есть косвенно и они получили, потому что единственным вменяемым был обозначен Центробанк. Ну, ладно. Эта ситуация как бы та, которая есть. То есть тут тоже ловушка. Следующий момент. Остался еще один источник для привлечения инвестиций. Это государство. Тоже не работает. Почему? Потому что Центробанк сказал, что если государство начнет те или иные приоритетные отрасли поддерживать, то Центробанк будет вынужден для того, чтобы обеспечить источник поддержки этих самых направлений, увеличить нагрузку на тех, кого государство не поддерживает. И тем самым просто из... Да, в машине будет 4 колеса, одно вы надуете, три вы спустите, соответственно, машина не поедет. То есть Центробанк запретил государству, по сути дела, поддерживать приоритетное направление развития в стране. Ну, какие еще варианты в нынешней ситуации могут быть? Запрет вывоза капиталов. Сложно. Почему? Потому что одним из источников пути вывоза капиталов это является увеличение импорта. вернее экспорта, который нам нужен для чего? Потому что если мы что-то экспортируем, мы получаем валюту, за счет которой держится наш бюджет. Причем для того, чтобы бюджет держался, что напомню, что в свое время, когда у нас начал снижаться профицит между экспортом и импортом, тот факт, что импорт снижался более медленными темпами, чем экспорт, для этого... Это было основание для Центробанка ослабить курс нашей валюты и его грохнуть, из-за чего разогнался инфляционный, так сказать, маховик. То есть тоже стоит ловушка, которая, если пойти по этому пути, пойти, то тоже мы нарываемся на повышение ставки, невозможность развития. Мы находимся в очень странной ситуации. Любое движение в любом направлении, вправо-влево, является еще более ужесточающим мероприятием для того, чтобы хоть в каком-то виде подойти к необходимости или к возможности обеспечения технологической независимости от внешнего мира. Поэтому они ничего не делают. На мой взгляд, и вот тут я не согласен, на мой взгляд, все сделано на сегодняшний момент таким образом, чтобы ничего сделать уже было нельзя. И в данной ситуации мы работаем в тех правилах игры, которые действительно любой ход только ухудшает вашу позицию. Понимаете, да? В этой ситуации мы с вами подошли к очень интересному выводу. Правильно ли велась политика наших финансовых и денежных властей в России или неправильно. Но за последние годы в целом и особенно за последние два года, которые нам были даны для того, чтобы мы нашли варианты выхода из этой западни и этого капкана, мы наоборот получили ситуацию с точки зрения действующих правил игры безвыходную. И когда, казалось бы, уже весь пессимизм мы выплеснули, и говорим, ну что, теперь-то уже точно все, да? То есть, вот вариантов просто нет. Можно объяснять, почему все плохо, и можно объяснить, почему будет все еще хуже. Можно? Можно. Безусловно. Но в данной ситуации не будем забывать, что это Россия, детка, да? поэтому здесь так бы, наверное, в любой другой стране и было, но не у нас. Почему я в это вот верю? Ну, с одной стороны, вспоминаем, год назад у нас была армия 2023, то есть, у нас на запасном пути стоит бронепоезд, вполне себе такой военный, который говорит, я делал доклад, который, в принципе, потом долго обсуждался, и, в принципе, эксперты, которые отвечают за безопасность, а безопасность это не только борьба со шпионами, не только это оборонка, но это и рассматривание тех или иных рисков когнитивной войны, согласились с тем, что это вполне себе рабочая формула, когда создается центр суверенной эмиссии, который обеспечивает развитие приоритетных направлений, и современная эмиссия будет в своей основе иметь возможность имитировать не обеспеченные нули и цифры, а вполне себе обеспечение в виде серьезных ликвидных материальных ценностей, которыми, в общем-то, недра России забиты под самое «не могу». Помните, эту передачу мы с вами делали, в общем, объем этих инвестиций исчисляется триллионами долларов США, то есть, за эти деньги можно, в общем-то, если сделать правильно инвестиции программы решить любой вопрос с точки зрения технологического развития нашей территории. Но вся проблема в том, что это решение требует очень серьезной политической воли, и, если честно, то это будет уровень революции в стране, потому что... Революция сверху. А в любом случае, любая революция, это так или иначе, люди в верхах разбираются между собой, как будет по-новому устроена жизнь и распределение ресурсов на территории. Народ, который на территории проживает, является ресурсом для поддержки той или иной правящей или борющей за права правления элитной группы в верхах. То есть, не будем брать нашу далекую историю, возьмем Украину 2014 года, то есть, вверху разбирались по своим проблемам, народ Украины был тем ресурсом, на крови которого и на манибулерном которого создавалось то или иное давление, которое привело к тем последствиям, которые мы видим сейчас. Но это не то, что украинская история, это история, в общем-то, любой страны. Назвать это переворотом, революцией, в конце концов, и наша революция 2017 года некоторое время называлась переворотом. Пока мы историю в книжке не переписали, потом достала революция. Поэтому это вот один вариант. С другой стороны, если мы понимаем, что с точки зрения нашей нет вариантов такого рода, можно ждать долго и не дождаться. И этот запасной бронепоезд на путях может изржаветь. Поэтому, если лень ждать, то мы, не дожидаясь этого, впустили другой проект. То есть, если на счетах россиян лежит на депозитах грубо говоря более 51 триллионов рублей, то возникло простой вопрос. Кто у нас в России нищий? Это те, кто сидят с шапкой у церкви и российское машиностроение. Если это так, то, в принципе, надо... А для чего сидят нищие с шапкой и церкви? Они себе собирают копеечку, чтобы дожить до следующего дня. В принципе, в точно таком состоянии находится наше российское машиностроение. То есть, по большому счету, возможности заработать себе на пропитание машиностроения в России шансов не осталось. Средняя ориентабельность машиностроения в России сегодня около 5%. В разных направлениях машиностроения от 3 до 6. При инфляции около 9% общей, а промышленная инфляция, которая влияет на промышленность не меньше 12-15%, мы получаем, что в среднем машиностроение российское имеет реальную ориентабельность не положительную, а отрицательную, минус 10%. То есть, нет возможности дожить до сегодняшнего дня. Поэтому нам ничего не остается, но это тоже вариант, сесть с шапкой и побираться у церкви на то, чтобы дожить до следующего дня, когда возможно, машиностроение и сложные переделы в России потребуются для выполнения задач технического суверенитета, без которого невозможен суверенитет оборонный и все остальные в том числе. То есть, опять-таки, возвращаясь к тому, что если кто-то копеечку в шапку кинет, то реквизиты на YouTube-канале Челмозе. Поэтому в данной ситуации, учитывая исторические аналогии в России, у меня есть ощущение, что очень часто Россию ставили безвыходную ситуацию, из которой выхода просто не было. Но Россия из них выбиралась разными путями, которые, в принципе, не предугадывались нашими противниками. У меня есть ощущение, что что-то подобное мы сможем сделать и в этот раз, иначе зачем-то вообще Россия нужна. Но Россия же есть, значит, она свою функцию как силы, которая постоянно ломает планы глобалистов, ну, она исполняла, исполняет, и я уверен, будет исполнять. Ответственность за наше будущее, за нашу промышленность, за наше машиностроение лежит на нас. Поэтому давайте, друзья, не будем скупиться и будем помогать нашей промышленности и всем тем, кто бескорыстно трудится на ваше просвещение и на вашу пользу и на нашу страну. Спасибо, Владимир Николаевич. Спасибо. 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова